здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске начали раскручивать тему стоит ли продавать пшеницу за рубеж в условиях грядущего голода но ведь ответ простой если мы выращиваем меньше чем самим надо то конечно ничего продавать нельзя а вот если больше то хотя бы с союзниками было бы логично торговать учитывая что россия давным-давно выращивает в разы больше чем сама потребляет 1 1 2 2 2 1 3 3 4 1 ну что спорим что это правда или не совсем наговаривайте на нашу семью грех это рубрика все украдено до нас минсельхоз россии невзирая на рост цен на продукты питания внутри страны собирается резко нарастить экспорт российского зерна в условиях глобального дефицита продовольствия россия может остаться с пустыми за кромами и тогда нам никто не поможет напротив прогрессивные общие человеки будут только рады если в столь ненавидимой им стране разразиться страшный голод пишет на сайте свободная пресса уважаемый иван рыбин и продолжает экспорт запланирован в целых 35 процентов это очень много а в обмен на реальную ценность на зерно мы получим ничего не стоящие бумажки который запад опять отберет в рамках санкций какой-то неравноценный обмен вроде как президент россии предлагал совершенно иное но вот надо просто этих не запрещать им говорить она тут показать какие они что это за люди какие-то моральные урода на самом деле прогрессивные общечеловеки в ненавидимой ими стране прекрасные слова как негодует иван рыбин прям ярость благородная вскипает как волна непонятно другое почему эти самые прогрессивные общечеловеки не вылезают с сайта свободная пресса и в качестве экспертов мелькают там чуть ли не в половине статей начинаешь гуглить кто же там у нас опять путина ругают и чтоб вы думали профессора высшей школы экономики ран хикс завсегдата и гайдаровского форума отборнейшие проамериканские либералы если свободная пресса так не любит якобы глобалистов общечеловеков которые россию надо признать и правда ненавидят то чего же они здесь выступают куда чаще чем коммунисты социалисты неужели мы что-то пропустили и вся эта сволота из 90-х успела в кпр вступить так может вы святой отец впрочем ладно там давно уже зафиксирован принцип дружим хоть с навальным хоть с джорджем ссоросом хоть с белым гейтсом и майклом макфолом лишь бы путину вредила подход не новый вредит он больше им самим а вот что все-таки с зерном цифры святые блаженные цифры которые не врут в отличие от политиков рвущихся к власти и так он думает что до меня раньше кроли лучше будет темы изверги на одно лицо один к одному возьмем последний благословенный 2019 год до кризисный до пандемийный последний спокойный до вот этого вот всего что же там было объем внутреннего потребления зерна составил 78 и 4 десятых миллиона тонн таковые факты идем дальше какие прогнозы по этому году эксперты дают оценку около 120 миллионов тонн и зерновых будет собрано в россии в этом году из которых 80 миллионов тонн пшеница каковы планы по экспорту ожидается 43 44 миллиона тонн зарубежных продаж путем нехитрой арифметики получаем ровно те же 77 78 миллионов тонн зерновых останется в стране что и было потреблено в 2019 году так чего же эти истерички крик подняли у этих ребят давно замечена особенность сделай хоть так хоть эдак хоть наоборот все равно найдут к чему домотаться у них две статьи было с небольшим разрывом яйца подорожали караул разорятся покупатели яйца подешевели караул разорятся производители к тому же эти коммунисты и вечно не могут определиться на чьей же они стороне то ли на стороне угнетенного пролетариата который в магазинах закупается то ли на стороне фермеров капиталистов которые продукты питания производят хотя известно как во времена советской власти кому только ссср не раздавал продукты и товары хотя народ наш сам недоедал так что нынешнюю власть упрекать пытаются а сами то я думал что вы большой ученый а вы элементарный собственник друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите